всем привет у микрофона владимир и сегодня я расскажу про apple watch series 3 которую я ношу с собой уже год полезно ли это инструмент или все-таки игрушка для богатых сегодня мы и узнаем в данном видео я скорее буду больше говорить о опыте использования нежели об истории самих часов в конце концов это не совсем культовый продукт как например iphone или macbook начнем пожалуй с того что данные часы были представлены на презентации apple 2017 году в сравнении с прошлыми версиями часов в нем нет особых отличий кроме того что в нем более мощный процессор и благодаря как раз таки процессору часы все еще продаются в розничных магазинах и поддерживаются самой apple получается что самыми долгоиграющими устройствами на данный момент является айпэды на чипе a8x который изначально вышел на 8 ios 6s и se первого поколения переживший 7 версий ios и apple watch series 3 пережившие 4 версии watch os пройдемся по корпусу на лицевой части расположился экран на полтора дюйма на левой части микрофон и динамик на правой digital crown и безымянная кнопка digital crown это одновременно кнопка и крутящаяся коронка с помощью которой можно увеличивать или уменьшать масштаб пролистывать контент и увеличивать громкость плеере на задней части расположился датчик измерения пульса модель устройства и название стекла которое используется в часах свои я купил 30 июля двадцатого года и первая настройка для меня заняло очень много времени но с какой-то стороны все равно удивляет внимание к деталям для того чтобы связать часы с телефоном необходимо подвести камеру к часам а на них же открывается магическая сфера которая при успешном сопряжении проигрывает красивую анимацию после чего часы проводят инструктаж пользователю о том как пользоваться часами самая главная функция часов для которых они созданы это поддержка физического здоровья владельца поэтому apple создала систему колец активности это три кольца которая отвечает за потраченные килокалории количество минут занятий и количество часов сколько двигался пользователь главная задача которую ставят часы закрыть все кольца кроме того за активность или за выполнение испытания которое обновляется каждый месяц можно получать награды для каждого вида занятий запускается таймер которая сохранит все подробности в том числе и историю пульса а если вы включите таймер потом закончите свое упражнение но забудете остановить таймер то часы напомнит вам о нем ну и конечно же есть возможность соревноваться с друзьями у которых тоже есть яблочные часы с кольцами активности вы не заскучайте функциональность часов не заканчивается фитнесом с часов принимается звонки с ней же можно разговаривать с абонентом принимать уведомления и отвечать на них кстати благодаря этому не загорается экран на телефоне и возможность ставить приложение на часы в последний раз когда я видел такую функцию на часах это у пэбл тайм в 2015 году про которую рассказывал алексей кластер и у веру с или android wear тихо потухший в семнадцатом году единственная ось от стороннего производителя которая поддерживает приложение это часы от samsung на тайзен с помощью программ на часах можно считать на калькуляторе переводить валюту с одной на другую анализировать сон контролировать потребление воды удаленно управлять камерой играющий музыкой спотифай или youtube music в конце концов переписываться в telegram читать ленту твиттера и смотреть погоду а если вы живете в европе или америке и у вас есть сотовая версия часов то можно выходить на улицу без телефона на пробежку например а если надо зайти в магазин и купить что-то а под рукой нет карманных денег то на часах есть бесконтактная оплата также на часах присутствует голосовой ассистент siri и она тут ничем не хуже чем на айфоне также может запускать таймер также ставить напоминание и даже с него смотреть какую-либо информацию из интернета кстати очень часто ей пользуюсь доволен ли я этими часами не зря ли потратил на них 17000 рублей да очень даже доволен и это явно не игрушка для богатых я активно использую систему тренировок читаю уведомления и отвечая на них и конечно же смотрю время из минусов могу выделить только отсутствие поддержки android чем яблочная компания и пользуются чтобы затянуть пользователей в свою экосистему с другой стороны цена может удивить потому что даже 6sse стоит на рынке был дешевле ну и цена ремонта тоже высокая например замена экрана может достичь половину суммы от самих часов но в моем случае за год эксплуатации экран не покрылся глубокими царапинами да и частенько я их мягкую об стенку когда лежу спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии а также присоединяйтесь ко мне в телеграм и в дискорд ссылки в описании всем пока а